Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Один из самых прекрасных рассветов, которые я когда-либо видел. Быстро решил записать это видео, потому что хотел вам показать. Посмотрите, какая красота. Эпично. Какой рассвет. Особенный. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Учитесь на этих видео. Я записываю эти видосы уже 4 года. Да, каждый день уже 4 года, прикиньте. Надеюсь, вы были со мной все это время. Еще со временна Орлиного гнезда. Удивительное, удивительное время. Уже на этом канале я покупал биткоин. Еще по 19 тысяч долларов. Потом, когда он пошел на 69, в 21 году я все продал. А продал, кстати говоря, прям ровно в тот самый день, когда был разворот. Я был вообще единственным человеком в мире, который предсказал тогда разворот. На медвежьем рынке я торговал, откупил дно. А два месяца назад, в марте, я все продал на самом верху. Я самый лучший трейдер в мире, ребята. И вы можете смотреть видео. Лучшего трейдера в мире каждый день. Если вы думаете, что я какую-то дичь несу, смотрите мои видосы. Поздравляю всех, кто купил Юнисвап. Он дал уже 55% роста. Это очень хорошо. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Всех люблю, обнимаю. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Покет вчера вырос немного, но рынок так-то ровный. А нет, Доджкоин опустился. Ворлдкоин тоже. Юнисвап на месте. Биткоин минус 1%. И посмотрите на Юнисвап за последние несколько дней. Я купил его примерно 3 дня назад. Посмотрите, бом, какой рост. Купил и бдыжа, полетело вверх. Плюс 55%. Ребята, круто. Да хотя, в принципе, обычное дело для лучшего в мире трейдера. Так торговать. Ну хорошо, желтая трендовая линия, по которой биткоин идет вверх. Мы смотрим на недельный таймфрейм. Каждая свеча – это одна неделя. Всегда начинаем с высоких таймфреймов. Если вы по более низким таймфреймам открываетесь, то вас легко может вынести. Исходя из того, что на более высоких происходят. И самое основное, на что нужно смотреть – это стахастик. Если вы не прошли мои курсы по криптотрейдингу, то вот я вам говорю. Первое, что нужно смотреть – это стахастик. Когда стахастик находится в перепроданности, как в 22-23 году, то там нужно открывать крупные позиции, как я делал. Когда стахастик в перепроданности, нужно покупать, нужно набирать позиции, как это я делаю. В 23-м году мы покупали много биткоина здесь, на споте. А теперь не самое лучшее время покупать биткоин, когда биткоин уже поднялся от 16 тысяч долларов на 70 тысяч. Время покупать биткоин было здесь, внизу. Там нужно было открывать крупные позиции, а теперь уже нужно открывать осторожно позиции, когда стахастик в перекупленности. Имейте это в виду. Я лично открываю позиции только на сильных проливах рынка. Время открывать крупные позиции было, когда биткоин стоил 15-16 тысяч. Вот тогда нужно было открывать крупные позиции, тогда я так и делал. Когда цена ликвидации была, там уже 10-12 тысяч долларов. В этих видео я прям так и делал. Год назад там у меня были позиции на 20 биткоинов, и закрывался там в прибыль тогда. В марте. В общем, сейчас нужно торговать осторожно. Опять же, биткоин уже стоит 70 тысяч, а время покупать, открывать крупные позиции было, когда перепроданность. Это мои обычаи на своих курсах по криптотрейдингу. Вот, например, Тесла. Смотрите. Я открывал крупную позицию на Тесла, когда 141 доллар она стоила. Почему? Потому что здесь вот как раз была обратная ситуация на стахастике. Посмотрите, стахастик был в перепроданности. Равно как биткоин был тогда в перепроданности в 23-м году. Вот так я и торгую, имейте в виду. А стахастик – это основной индикатор, на который нужно смотреть на недельном, на месячном таймфрейме. Смотрим теперь на биткоин. Стохастик в перекупленности. Объемы чуток падают. Какие здесь торговые объемы? Понедельник сегодня. Понедельник? По какой-то причине не посчитаны объемы. Ну ладно. Криптогурубот держит сигнал на покупку. Он дал этот сигнал еще в феврале прошлого года. До сих пор его держит. Тогда биткоин стоил 20 тысяч долларов. Когда криптогурубот дал этот сигнал, этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. На недельке. Что? Бычий флаг на биткоине. Видите этот, ну что-то вроде здесь бычьего флага. Но что сейчас происходит, мы начинаем формировать тут нисходящий треугольник на биткоине. Смотрите. Оттолкнулись от верхней границы. Нужно было пробивать здесь. Либо выйдем из этого треугольника вверх, либо оттолкнемся и вернемся обратно. Пойдем на 59 тысяч. И только затем будет выход вверх. Может быть так-то и должно быть на самом деле, потому что мы должны пройти 70% длины фигуры. Но давайте на дневной опустимся еще. Что здесь перевернутая глава и плечи формируются. Но похоже она не отработала. Нужно быть осторожным с перевернутой главой и плечами, потому что часто не срабатывает. И сейчас тоже не сработало. Но хотя здесь с другой стороны формируются бычьи флага. Это хорошие новости. Для тех, кто ждет роста. Кто хочет в лонг зайти на биткоине. Похоже, что да, бычий флаг все-таки. Но проблема торговые объемы. Видите, что объемы-то все-таки падают. Да, я-то предупреждал раньше про торговые объемы. Все, кто говорит мне, о, ты продал. А я вот здесь-то продал все. Поэтому я, получается, ничего не потерял. Нужно сейчас очень осторожно торговать, когда биткоин там уже находится на этом уровне. И при этом падают торговые объемы. Это не очень хороший признак. Если торговые объемы падают, да объемы предсказывают цену вообще-то. Это второй момент, который нужно выучить после стахастика. Я об этом говорю на своих курсах по криптотрейдингу. Стахастика, когда находится в перепроданности, это время открывать крупные позиции. Стахастика, когда в перекупленности нужно закрываться или открываться осторожно. И еще второй момент, это объемы. Они предсказывают цену. Торговые объемы падают. И цена тоже упадет. Вот объемы. Объемы начинают падать. Смотрите на биткоине. За последние несколько недель падают торговые объемы. Ну вот, я продал и начали падать. Я предупредил, что будут падать торговые объемы. Все будет падать. И все упало. А я перед этим продал все. В марте. Прямо в своих видосах я, если вы смотрели, я все попродавал. Поэтому будьте осторожны. Потому что мы зашли в боковик, и падают торговые объемы. Сейчас даже цена ниже, чем та цена, по которой я продал раньше. Но, с другой стороны, здесь бычий флаг на биткоине. Но я бы все-таки заходил в лонг на биткоине от сильных уровней поддержки. Время открывать крупные позиции на биткоине было, когда биткоин был 15-16 тысяч долларов в прошлом году. Как я и делал. И если вы смотрели мое видео, вот там нужно было покупать биткоин. Но теперь, когда вверху, нужно очень осторожно открывать позиции. Нужно ждать только крупных падений каких-то на рынке. Когда я вот здесь, например, заходил в биткоин, когда биткоин стоил 56 тысяч. Вот здесь я продал это все. Нужно было, конечно, еще подождать. Продать выше. Но я просто увидел, что падают торговые объемы. Стохастик сейчас направлен вниз на дневном таймфрейме. Тоже имейте в виду, на 4-часовом стохастик тоже направлен вниз. И падают торговые объемы. Бо, посмотрите, что на биткоине там. А он и падает. В общем, имейте все это в виду. Если биткоин не сможет пробить эту трендовую линию, вот здесь, если не выйдет вверх, это очень опасно. Ну, не то чтобы опасно, но если кто зашел в лонг, то тогда опасно. Потому что вы видите, что может произойти. Если не сможет пробить это сопротивление, то уровни поддержки на 59 тысяч долларов и на 64 тысячи. Нужно выходить вверх из этого бычьего флага. Или нисходящего треугольника, который здесь формируется на биткоине. Ну, посмотрите, здесь биткоин-то пытался уже выйти вверх, но это был ложный пробой, потому что он вернулся обратно. Вот здесь он пробил, и все такие, ага, пора залетать в лонге. А на самом деле это был ложный пробой, и биткоин вернулся обратно. Не может пробить эту трендовую линию. Еще и торговые объемы падают, никто не покупает биткоин. Откроется ETF тогда, может быть, зайдут объемы. В общем, тут у меня две торговые идеи. Мы можем получить какой-то разворот от 64400. Здесь уровень поддержки на биткоине. Но самый большой разворот мы можем получить от 59 тысяч, если, конечно, биткоин туда дойдет. В общем, две такие торговые идеи. Заходим на 64440, стоп-лосс на 64 тысячи и тейк-профит на 88. Почему 88 тысяч? Откуда это? Потому что это завершение пятой волны эллиота. Смотрим на дневном таймфрейме. Это был бычий рынок 2021 года. Там две вершины. Первое касание, второе касание. И через эти две вершины я провел линию. Как раз мы получаем теперь 88 тысяч. Но сначала биткоин должен выйти вверх из этого треугольника. Или, кстати говоря, это может быть завершение пятой волны. Потому что эта волна, она меньше, чем предыдущий импульс. И, в принципе, половину предыдущего импульса мы уже прошли. Поэтому теперь нужно быть аккуратным. На мой взгляд, очень-очень аккуратным. В общем, две такие торговые идеи. По этой соотношении 73-27. Риск 413 долларов. Заработать можно 30 тысяч 200. Это в расчете на один биткоин без плеча. А здесь соотношение 63-69. Риск 379 долларов. Заработать можно 24-100. И на Бабит у меня как раз и установлены такие заявки. Уже я это сделал. Вот смотрите. 64 500. Это на 3 биткоина. И на 60 250. Там я хочу зайти на 10 биткоинов. И 1 миллион доджкоинов хочу подобрать по 11 центов. И теперь, может быть, имеет смысл закрыть... Закрыть-закрыть. Какие-то позиции. Какие? М-да. Вчера-то я заработал... Сколько вчера заработал на споте? А, минус 4 тысячи со вчера. Ну, в общем, ничего интересного. Вот за неделю посмотрим. 615, 632, 636, 619, 625 и 636. Такой боковик всю неделю на споте. Что у меня? USDT у меня на 235 тысяч. Но если посчитать остальные кошельки, то примерно 300 тысяч там получается. В USDT 1 биткоин. Юнисвап на 55 200. Юни пампанул. МСРТ на 50 300. Доджкоин на 46 300. Минус 1,5%. Покет на 37 900. Ворлдкоин на 36 500. Но теперь, что мне нужно проверить, это пойдет ли сейчас рынок вниз. Если биткоин не пробьет это сопротивление, то легко может биточек опуститься на 64 тысячи, на 59 тысяч. Прям нечего делать. Но здесь все-таки бычий флаг я вижу, с другой стороны. Дерьмо. Объемы падают. Легко может биткоин вниз уйти. Это 4 тысячи долларов падения. Может плохо отразиться на альткоинах. Я, конечно, могу прямо сейчас все позакрывать. Но давайте посмотрим еще на общую капитализацию рынка, на доджкоин. Вообще на те позиции, которые у меня крупные. Общая капитализация, давайте смотреть. Бычий флаг на 4-часовом. Давайте тоже с месячного. Что здесь? Двойная вершина, тройная вершина. Пошли вверх. Здесь предыдущий максимум. Оттолкнулись. Но неделя снова зеленая. Но объемы падают. Но в принципе, неплохие. Да. Но давайте опустимся на недельку. Пятая волна элита. Стохастик разворачивается вверх. Объемы. Какие объемы были на той неделе? 106 миллиардов. На этой неделе 91 миллиарды. Там 113 миллиардов. Там 106 миллиардов. 118, 209, 151. В общем, начинают все-таки падать объемы. Да. Очень будет короткая пятая волна элита. Я так думаю. Стохастик направлен вверх пока что. Давайте посмотрим еще на дневном таймфрейме. Здесь стохастик вниз начинает разворачиваться. Перекупленность. Торговые объемы низкие. Ну, не то чтобы низкие, но просто чуток пониже. На выходных-то действительно были ниже, но в пятницу вроде неплохо. И здесь вроде как бычий флаг. И нисходящий треугольник. И цель выхода из этого нисходящего треугольника, или нисходящего клина, будет 2,7 триллиона долларов. Ну, хорошо. Не буду, наверное, продавать альткоины. Давайте еще посмотрим на доджкоин. На додж я очень хорошо зарабатываю. И здесь на додже тоже, смотрите, большой треугольник. Хотел здесь доджкоин выйти раньше из этого треугольника. Это тоже ложный пробой, и будет возвращаться в этот треугольник доджкоин. Потому что падают торговые объемы. Видите, да? Все-таки развернулся от этой трендовой линии. Хотя не думаю, что падение тут будет сильным. Есть уровни поддержки, но в принципе может опуститься на 10 центов. Вот почему я поставил там и крупную заявку на доджкоине. На деривативах на 11 центов. Наверное, логично было бы закрыть сейчас все и поставить ордера ниже. Потому что... Потому что меня спрашивают, да нахрена ты все это делаешь? Да потому что когда в прошлом году биткоин стоил 16 тысяч, там я открывал крупные позиции. На биткоине, на альткоинах. И тогда на балансе у меня было 150 тысяч долларов. А теперь у меня 630 тысяч долларов. Тогда было нормально набирать и держать крупные позиции, потому что рынок рос. Но теперь проблема это... И если биткоин немного падает, то альткоины падают на 30-50%. Мы видели это уже в прошлом месяце. Я вот месяц назад, например, все продал перед этим падением. Понимаете, да? Поэтому вся прибыль, которую мы недавно получили там на доджкоине, она уйдет в никуда. Ну, хотя доджкоин-то, может, и не будет так сильно падать. Единственное, что если доджкоин действительно падет на 11 центов, то это 30%. Здесь я хочу сформировать крупную позицию на доджкоине. Если доджкоин туда опустится... Если опустится... Но я вижу, что стахастика разворачивается вниз, и двойная вершина на стахастике. В прошлый раз, когда была вершина, тогда доджкоин упал с 16 центов на 12 центов. А еще раньше была тоже двойная вершина. С 21 цента, даже 23, опустился на 12. То есть, в два раза подешевел. И это все сходится идеально со стахастиком. Потому что здесь, смотрите, двойная вершина. И тут, смотрите, двойная вершина. И падение, ты дышь такое. Да, наверное, нужно, сука, закрыться. Может быть, какое-то объявление выйдет, новость. Сложное решение, сложное. Если выйдет какая-то позитивная новость, Илон что-нибудь там скажет, То может вверх вылететь. Подожжай. С другой стороны, сейчас сопротивление. Двойная вершина на стахастике. И вниз может уйти на 11 центов. Где у меня стоит крупная заявка на деривативах. Ну хорошо, давайте... Не знаю, короче, что делать. Не уверен, что нужно прям все закрывать. Давайте закроемся частично. Поставим ордер на продажу. Сколько у меня сейчас доджкоина? На 46300. Ну давайте сократимся до... Например, до 30 тысяч. Давайте продадим там, например, на пятерик. Сокращу позицию. Сокращу позицию на 15 тысяч. Еще одну заявку поставили. На 5 тысяч. И поставлю еще одну. Вот здесь. На 5 тысяч долларов. Продаю доджкоина на 15 тысяч долларов. Поставил лимитки. Чуть повыше. Видите их в стакане. Мои три заявки на продажу. В общем, три заявочки. Посмотрим, исполнится или нет. И таким образом я сокращаю позицию на доджкоине. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на покет. Получается, конечно, длинноватое видео. Потому что я все тут проверяю. Давайте на покет зайдем. На уровень поддержки опустился покет. Но если он пробьет этот уровень поддержки, то следующая остановка на 8 центов. Пытается, конечно, удержаться. Покет, смотрите, отталкивался и поднимался на 14 центов. Но затем снова пошел вниз. Пытается удержаться на уровне поддержки. А здесь были всплески на объемах. Кто-то вчера хорошо затарился покетом на этой поддержке. Интересно. На 9 центов можно поставить ордера на покупку. Ордера на доджкоине уже заполняются. На 36 тысяч у меня доджкоина. Да, нравится мне все-таки доджкоин. Хочу сформировать крупную позицию. Нужно подбирать его ниже. Покет у меня уже на 37 тысяч. Может тоже вниз уйти. Вчера вроде бы был рост, но снова падает. Падает и может уйти на 9 центов. Но пытается удержаться на уровне поддержки. Здесь очень хорошая поддержка. Посмотрите, держится покет. Последние уже пару месяцев. Апрель, май держится на этих 12 центах. И поднимался там даже на 15. 12, 15. И вчера снова 12 и 14. И здесь даже паттерн формируется. Смотрите. Кстати говоря, не очень хороший. А хотя... А нет. Это нисходящий треугольник. И вышел из него покет. Из треугольника. Но вернулся. Это нисходящий треугольник. Давление, давление. И выходим вверх. И дальше проходим расстояние, которое можно... Ну, не важно, в общем. Я закрою, наверное. Или не закрою. Короче. Проблема в том, что доджкоин находится на сопротивлении. А покет на поддержке. И пытается здесь удержаться на этой поддержке. Вчера кто-то вверх прошел. Кто-то много купил покета. Ну, хорошо. Я, наверное, поставлю ордер на покупку на Покете. Возьму еще больше покета по 9 центов. Давайте возьмем на 30 тысяч долларов. По 9 центов. Подтверждаем. Это на Покете. Стохастика в перепроданности на недельном. Ну, хорошо. И давайте еще Юнисвап. Юнисвап хорошо вырос в эти дни. Теперь подошли к сопротивлению. Но похоже, что может пробить это сопротивление. Потому что растут объемы. Смотрите. Объемы растут. Объемы предсказывают цену. Так что держу позицию дальше. Но здесь может сформироваться чашка с ручкой. Вот что я думаю. Будет небольшая коррекция. На Юнисвап. Может поставить ордера на покупку еще? На Юнисвап. Поставить ордера на... Где? По 8.70. По 8.60. Ну, давайте. Перейдем на Юнисвап. Возьму на 20 тысяч долларов еще. По этой цене. По 8 долларов 60 центов. На 20 тысяч долларов. Зайдем. 8.60. На 20 тысяч. Покет поставил по 9 центов. Биткоин по 58 тысяч. Юни по 8.60. И также на деривативах. Додж по 11 центов. Биткоин на 60.250. И на 64.500. И чуток сократил позицию на Доджкоине. Но там ордера на покупку ниже. Может быть, все-таки зафиксировать прибыль? Частично на Юнисвап. Или нет, все-таки растут торговые объемы. Ну хорошо. Еще раз напоминаю, что под видео есть полезные ссылки. На Баби трегистрируйтесь. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Сейчас в телеграмме. 146 трейдеров онлайн делятся торговыми идеями. Ну, посмотрите. Потенциальный раз... А, это на альткоинах. Доминация биткоина. Это все бесплатный чат. Присоединяйтесь. 146 трейдеров онлайн. Вот подписчик заработал 320% прибыли. На лонге эфира. Поздравляю. Александра. И... Смотрю на графики, и там много незаконченных чашек с ручками, флагов и так далее. На высоких таймфреймах. Я согласен, Скуби. Тоже такое вижу. Много чашек с ручками. И вижу, что многие не пробили сопротивление. Пока что. Но есть потенциал. Вот, например, тоже большая чашка с ручкой. Ну, в общем, на этом на сегодня все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok